Хватает только на налоги, коммуналку и зарплату. В сложившихся экономических условиях совсем непросто стало жить предпринимателям, особенно тем, кто работает в отдаленных труднодоступных населенных пунктах округа. А таких в регионе немало. Торговать продуктами, к примеру, в Каратайке – дело, достойное называться подвигом. К тому же подвигом весьма неприбыльным. По словам председателя поселкового потреб общества Татьяны Хатхе, одна из основных статей расходов местного магазина – электроэнергия. Тарифы растут, с ними растет и наценка на продукты. Работники торговли отмечают спад покупательского спроса. Другими словами, население стало меньше есть. Как выживает каратайское потреб общество в материале выпуска. Каратайское потребительское общество снабжает продуктами и товарами первой необходимости населения всего Ишарского сельсовета, поселок Каратайку и оленеводческий поселок Варных на острове Вайгач. Работают по давно отлаженной системе, закупают где дешевле – в Чебоксарах, Кирове, Москве, Ишкороле, Казани. Железной дорогой товары идут до Воркуты, там перегружают на вездеходы. Гусеничный транспорт идет до Каратайки от двух до семи суток. Сложность доставки обуславливается специфическими особенностями территории – болотами, бугристой местностью. Пока работают зимники, стараются завести в поселок товары первой необходимости. Зимой приходят где-то раза два-три, по два-три вездехода. Вот сегодня мы еще ждем три вездехода. Вчера вечером пришли два, еще три должно прийти. И еще два будет в конце апреля, и все. И уже весенний летний период начнется. Вот на это время нам надо, чтобы все было и мука, и сахар. В самой Каратайке под управлением потреб общества работают пекарни, кафе и магазин. Чистый, светло, уютный и по сельским меркам богатый различными товарами торговый объект кормит весь поселок. Цены, конечно, выше, чем в Наринмаре, но по объективным причинам. Жить в последнее время становится все дороже. Растут налоги, растут тарифы. Отсюда еще большая наценка на товар. В нынешнее время терпим, тянем. Раньше работали хорошо, всегда были деньги, прочие товары, а сейчас закупать тяжелее, потому что денег нет. Ну, как-то выкручиваемся. Где на гарантийных письмах, где как. Сегодня округ частично возмещает потреб обществом затраты по доставке в село продовольственных товаров. В 2016 году на эти цели запланировано более 32 миллионов рублей. Размер субсидий – 80% от затрат по доставке. Перечень продуктов состоит в этом году из 19 позиций. Это мясопродукты, масло, макаронные изделия, чай, сахар, молоко, сыр, овощи и фрукты. Из списка ушли колбаса и сухари. Кроме того, потреб обществам субсидируют часть затрат при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Такая поддержка предприятий, потреб кооперации позволяет сдерживать цены на продукты первой необходимости для жителей села, особенно в отдалённых населённых пунктах, где транспортные расходы очень велики. Но, несмотря на такую весомую поддержку государства, проблемы всё же остаются. Добавляют их растущие тарифы. Кроме света, вот у меня лично никаких проблем, как у руководителя. Если бы было решено со светом, вот если колхоз платит 8 рублей, почему мы не должны столько же платить? Многие колхозы уже давно ничего не производят, а занимаются только торговлей. Значит, надо их ставить в такие же рамки, как мы. Или нас, как их в те рамки. ИП они могут продавать с дома, их никто не контролирует. Они платят как за дом 2 или 3 рубля за свет, а мы платим 34-15. И округ мог бы пойти на снижение этой цены. Людям бы жилось легче. В ближайшее время тарифы на электроэнергию вырастут, сетует Татьяна Хатхи. Стоимость увеличится до 38 рублей. Чтобы как-то выжить, наценку на определенную группу товаров доводят до 100%. Несмотря на все сложности, каратайский магазин радует глаз. На полках нет свободного места вдоволь как продовольственных, так и промышленных товаров. Перебои, конечно, немножко бывают. Но у нас люди терпеливые. Естественно, понимают. Потому как, если возить, допустим, вертолетами, то это будет очень дорого. Вездеходами, по тундре, дорога, пурги, погода какая, вот это все везется. Естественно, задержкой бывает. Пользуются в каратайском магазине и благами цивилизации, платежным терминалом. И нам удобно, и приятно все. Но беда в том, что очень плохая связь. Это значит, создаются очереди. Люди стоят, ждут. Мы как бы стараемся выйти из положения, достаем. У нас есть книжечка заветная, куда мы записываем, допустим, до появления связи. Люди приходят на следующий день и оплачивают. Каратайское потреб общества – яркий пример того, что торговля на селе – социальный бизнес. Доходы и прибыль уходят на второй план, а на первом остается качество жизни населения. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Продолжение следует...